Энергономика Ну и тут, конечно, интересно, сразу скажу, что буквально через два дня в Эрриат прилетел Блинкен, госсекретарь США. Конечно, американцам не понравилось это решение. Что решили на ОПЕК и почему? Действительно, такая интересная встреча была, потому что, с одной стороны, все понимали, что, наверное, каких-то резких телодвижений, можно сказать, ОПЕК не будет. И объявления о том, что прямо здесь сейчас сильно сокращаем, сильно наращиваем, тоже, наверное, никто не ожидал. Опять же, потому что даже предыдущие решения пока находятся в стадии выполнения, и они не в полной мере повлияли на рынок. Мы видим, что цены все-таки держатся меньше, чем хотелось бы всем участникам ОПЕК+. 70-75 долларов за баррель. ОПЕК+, в основном все верстают свои бюджеты, исходя из 80-90 долларов за баррель. И явно, что ОПЕК+, толкает цену туда, вот в этот коридор 80-90. Выше тоже, наверное, нежелательно, потому что, чем дороже нефть, тем сильнее она давит на спрос. Слишком дорого, и тоже рынок-то выжимается. Поэтому вот этот коридор надо ее как бы подтолкнуть. Но сейчас мы видели, что в апреле ряд стран ОПЕК+, Саудовская Аравия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты объявляли, что с мая суммарно они сократят объем добычи на миллион сто баррелей в сутки. И это продолжительный период, как бы они с мая начинают, и вот когда выйдут на этот показатель, в общем-то, не говорили. Скорее всего, вот в мае они не вышли, может быть, в июне, может быть, даже в июле. Но это еще пока только влияет на рынок, и полностью этот эффект не сказался на поддержке вот цен. Поэтому дополнительно еще вот с июня было бы снижать довольно странно. И, соответственно, повышение, в общем-то, они никакой квот не делали, потому что видят, что экономика мировая все-таки замедляется. Китай ее не вытаскивает, все ожидали, что Китай, как только снимет коронавирусное ограничение, сразу рванет вперед, будет много потреблять, и это создаст сразу дефицит. Но этого не происходит, он восстанавливается, но довольно медленно, плавно. Опять же, прежде всего, потому что в Европе и в США довольно большие экономические проблемы. Мы видим, что вот буквально пару дней назад Евростат признал рецессию в Евросоюзе, то есть два квартала подряд, у них снижение экономики. Все, рецессия официально признана. До этого Германия, ну и, соответственно, поэтому и весь Евросоюз, потому что это крупнейший промышленный центр Евросоюза. Вот два месяца подряд все, у них рецессия идет. Соответственно, чем меньше производство, тем меньше они перевозят разных товаров, в том числе закупают товары из Китая. И в Китае начинает снижение производства, поэтому объемы потребления нефти в мире растут не очень быстро, скажем так. Поэтому поднимать добычу свою, естественно, нелогично было бы сейчас. И мы видим, что ОПЕК+, очень консервативно смотрит на прогноз развития мирового рынка. Они считают, что все-таки сейчас, в ближайшие даже месяцы, наверное, будет даже снижение объема потребления нефти из-за этой рецессии. И поэтому Саудовская Аравия объявила о том, что она помимо квот еще дополнительно в июле на один месяц снизит объем своей добычи на миллион баррелей в сутки. Это довольно много. То есть они суммарно с другими странами сейчас снизили на миллион сто, Саудовская Аравия из них на пятьсот. А тут еще на миллион, на один месяц. Явно, что они ожидают, что этот месяц будет пиком снижения объема потребления нефти. И чтобы цена не упала к 60-50, они пытаются ее подтолкнуть вот такой акцией, что уберем еще дополнительные предложения с рынка, сбалансируем его. Ну, соответственно, с августа они ожидают, видимо, рост потребления, а значит, и сами тоже нарастят объем производства. Поэтому решение главное, наверное, именно в этом заключается, что Саудовская Аравия еще в июле снизит. Все остальные объявили, что они просто вот нынешнее свое добровольное снижение, то, что мы в феврале объявили на пятьсот тысяч баррелей снижение, остальные, они все продлевают его не только до конца двадцать третьего года, но и до конца двадцать четвертого года. И, по сути, в двадцать четвертом году это будет новый уровень квот. Вот мы все фактически с какими объемами зайдем в двадцать четвертый год, это устанавливается в новые квоты. Вот линия такую прочерчиваем и говорим теперь, вот это норма, и от нее мы теперь будем либо повышаться, либо снижаться, в зависимости от того, какая ситуация на рынке будет. Поэтому в основном решения были на двадцать четвертый год, показать, что мы все контролируем, сам формат сохранили, официально, в общем-то, подтвердили, что ОПЕК+, она же заканчивала сделка в двадцать третьем году. Сказали, что нет, 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 двадцать четвертый. Ну, по сути, можно говорить, что это постоянно действующий формат, и, опять же, если ОПЕК+, не будет, то, наверное, и ОПЕК классического не будет, потому что, ну, нет смысла в нем. Они еще меньше добывают, что там смогут регулировать. А тут хотя бы ОПЕК+, контролирует больше пятидесяти процентов мировой добычи. Вот, поэтому все решения в основном на двадцать четвертый год были приняты. Суть потому, что спустя там какое-то небольшое количество времени президент России Путин позвонил наследованному принципу Саудовской Аравии, и разговор был очень хороший, и стороны как раз вот очень положительно оценили вот эту самую работу в рамках ОПЕК+, подчеркнули важность достигнутых договоренностей. То есть, получается, Россия устраивает вот этот плавный ход, все нормально, а Байден аж туда полетел. У них, конечно, много политических вопросов. Блинкин, да, Байден не в состоянии туда сейчас лететь. А вот, Блинкин. Но, видимо, недовольны они решением ОПЕК+. Чего американцы от них хотят? Вот, чего бы они хотели, чтобы сделал ОПЕК+. Ну, американцы, понятно, что они хотят, в общем-то, более низких цен, и в этом плане их интересы расходятся кардинально. Саудовская Аравия и Соединенных Штатов США, у них цена на топливо на внутреннем рынке фактически полностью привязана к стоимости нефти на мировом рынке. Это у нас, там, вот, там, под 80% в литре бензина это всякие налоги, сборы и прочее, поэтому у нас не реагирует она на изменения на мировом рынке, а в США на все наоборот, в общем-то. Поэтому, конечно, чем дешевле нефть, тем дешевле топливо, и тем более демократы, которые всегда были как бы за потребителями, в отличие от республиканцев, которые думали еще и о производителях внутренних, американских, демократы выступают за дешевую нефть. И поэтому, в общем-то, пытаются заставить Саудовскую Аравию не сопротивляться, пусть цена нефти снижается. Но в этом плане, конечно, Саудовскую Аравию явно раздражает эта история, когда их интересы полностью игнорируются. Это было и в прошлом году, как раз-то, когда Байден туда летал и пытался, в общем-то, предотвратить тогда снижение квот на добычу на 2 миллиона баррелей в сутки, на которой всеми АПИ-плюс принималось, ничего у него как бы не удалось, и вот это некое раздражение, оно накапливается. И вот сейчас мы видели, что даже представители Саудовской Аравии, руководство Саудовской Аравии, они объявляли, якобы, по крайней мере, как американские даже СМИ пишут, что угрожали американцам санкциями, то есть обычно американцы... Да, а сейчас они говорят, нет, это мы против вас введем санкции, намекая, конечно, на историю 73-го года, это первый мировой энергетический кризис, когда за поддержку Израиля в рамках арабо-израильской войны арабские страны вели эмбарго против западных государств, не поставляли туда нефть. И вот это был ключевой момент, наверное, такой современной нефтяной вообще истории, после этого появились малолитражные автомобили, энергосберегающие технологии, возновляемая энергетика и прочее, прочее, прочее. И в том числе, кстати, Советский Союз тоже активно стал инвестировать в свои месторождения, потому что нефть подорожала. Сейчас они тоже говорят, что, ребята, мы тогда не будем вам поставлять, вы нам угрожаете постоянно ввести закон ОПЕК, который запрещает ОПЕК как таковой, хотя это международная организация. Зарегистрированы в ООН. Вы нам постоянно там угрожаете, что что-то у нас с безопасностью произойдет и прочее. Но при этом Соединенные Штаты, когда наращивали объемы добычи своей нефти, благодаря славам своей революции, у кого они сократили закупки? У Канады оставили, у Мексики оставили, а у как раз ближневосточных стран сократили. Так это значит политическое какое-то решение. Вы хотите от нас меньше зависеть, поэтому если с нами что-то тут произойдет, какая-то нестабильность на Ближнем Востоке регулярно происходит, то вам уже это не будет интересно. То есть раньше вы нас защищали, потому что Саудовская Аравия была крупнейшим поставщиком нефти в США. Сейчас они поставляют там меньше 500 тысяч баррелей, это мало. Основной покупатель для Саудовской нефти – Китай. И наоборот, получается, что американцы теперь скорее заинтересованы в нестабильности Саудовской Аравии, чтобы устроить ресурсный голод Китаю. Поэтому, да, мы видим такое ухудшение отношений США и Саудовской Аравии. Ну так, уже завершая тему, два слова о ситуации на самом энергорынке в Америке. У них все нормально? Запасы, затраты? У них все стабильно, скажем так, потому что, опять же, личные компании не спешат вкладываться в добычу, потому что не понимают, что дальше будет. Вот сейчас отляжутся с ценами, и вы опять нас обложите налогами, скажете, закрывайте свои скважины под климатическую риторику и так далее, и так далее. Поэтому все стабильно, все выжидают, что будет дальше. Спасибо вам большое. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Игорь, спасибо большое. Продолжение следует...